Здравствуйте, уважаемые учителя, коллеги, учителя иностранного языка. Меня зовут Миханова Юлия Игоревна, методист корпорации «Российский учебник». Сегодня тема нашего вебинара – развитие функциональной грамотности на уроках английского языка. Вначале буквально несколько слов хотелось бы сказать о структуре сегодняшнего нашего вебинара. Вначале я немножечко с вами пообщаюсь по поводу функциональной грамотности, что это такое, зачем она нужна. А затем, если будут у вас вопросы, вы их можете писать в чат. И в конце вебинара я постараюсь на все ваши вопросы ответить. И начну с того, что корпорация «Российский учебник» предлагает несколько ОМК по иностранному языку. В первую очередь это ОМК «Форвард» для 2-11 класса. Высокий уровень коммуникативных компетенций и очень качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Плюс ко всему личность ориентированная, коммуникативный подход в данном ОМК и очень качественный подбор материала. И основная задача всего ОМК – дать возможность детям использовать материал, который они изучают на уроках по данному ОМК, в практике. То есть говорить, слышать и обучаться. Плюс ко всему после 9 класса ОМК предлагает 2 ОМК на выбор, так скажем. Это «Форвард» базовый уровень и «Форвард плюс» – это углубленный. То есть если вас интересует, вы можете, конечно, посмотреть. Если будет интересно, плюс ко всему определенные задания, все эти учебнички есть на лекте. Второй ОМК – это «Enjoy English». Данный ОМК является, так скажем, обновленной классикой изучения английского языка. После долгого времени отсутствия в ФПУ данный учебничек, данный ОМК вернулся в ФПУ. Плюс ко всему у него произошло очень сильное изменение содержания, качественное изменение содержания. Учебников добавлен очень сильный момент, такой контроль. Плюс ко всему добавлены очень интересные творческие задания, которые дают возможность детям не просто вопрос-ответ, но и все-таки использовать какие-то творческие начала и развивать собственное мышление и воображение. Третий ОМК – это ОМК «Rainbow English», базовый уровень. Предлагается здесь отличный учебник, второй, одиннадцатый класс. Плюс ко всему к нему прилагается очень обширный методический шлейф, что дает возможность каждому учителю выбрать дополнительные задания, сделать индивидуализацию всего процесса обучения под каждого ребенка и необходимые задания, которые найдут отклик у каждого ребенка. Все наши ОМК находятся в федеральном перечне. Вы можете найти их спокойно и выбирать работать. Также они все учебнички представлены на лекте. Можно будет спокойно поработать с ними, посмотреть. Плюс аудиоматериал по ним также представлен для свободного скачивания на сайте «Российский учебник». Но все-таки тема сегодняшнего нашего вебинара – это функциональная грамотность. Что такое функциональная грамотность? Зачем она нужна? Мы живем в современном обществе, которое дает возможность ориентироваться на развитие личности учащихся и ставить цель достижения им образовательных результатов, необходимых для его социализации. Также профессионального и личностного самоопределения готовности к продолжению обучения. Плюс ко всему, если мы посмотрим, мы все-таки видим, что в нашей жизни постоянно появляется что-то новое. Соответственно, необходимость постоянного развития, необходимость постоянного готовности к умению применить данные знания на практике является основной задачей педагогов. И, как мы видим из указов президента, также очень много программ сейчас идут на развитие образования, именно чтобы наше образование давало возможность детям не только быть востребованными на рынке, так скажем, после завершения высшего учебного учреждения, после получения специальности на нашем, но и как-то выходить на международные возможности обучения и, плюс ко всему, работы за границей и так далее. Что же такое функциональная грамотность? Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и функционировать с ней. Другими словами, если мы посмотрим, это все то, что мы получаем от социума вокруг, даже от школы. То есть все умения, знания и навыки, которые мы приобретаем, мы должны постоянно их интегрировать, постоянно их развивать, улучшать и давать возможность другим знаниям, которые накладываются на нашу же, так скажем, базис, иметь быструю реакцию, быстрый отклик. Соответственно, все то, что мы имеем, мы должны постоянно развивать. Функциональный грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Если мы посмотрим по ситуации в школе, для чего нам это нужно, мы знаем, что у нас есть определенные задачи, которые ставит перед нами социум, и мы стараемся дать нашим детям максимально хорошее, качественное образование, чтобы они не просто это образование лежало у них, так скажем, каким-то камнем, чтобы они его не могли использовать, а все те знания, которые они приобретают в школе, потому что все-таки школа – это основной источник получения знаний, помимо семьи, которые дают им возможность эти знания не только приобретать, но и применять в первую очередь на практике. Соответственно, все знания, которые ребенок получает, он должен уметь использовать. То есть не просто ставить галочку «я знаю», но я не только «я знаю», я и умею, я и владею, я и смогу это применить. Соответственно, все последующие знания и умения, которые он будет приобретать, он сможет интегрировать в будущее и постоянно меняться, развиваться. Есть хорошая фраза «век живи, век учись». Наверное, это очень актуально сейчас. Основные направления формирования функциональной грамотности – это математическая грамотность, читательская, естественно, научная, финансовая, глобальная компетенция и креативное мышление. На них я более подробно останавливаться буду на каждой из них. Особенности заданий для оценки. При оценке функциональной грамотности мы используем те задания, которые не имеют прямого сообщения с учебником. То есть это не те задания, которые дети решают в школе. Это абсолютно разные. Это зачастую практические, можно сказать, практикоориентированные задания. Соответственно, ту практику, которую дети смогут применить в будущем. Либо предположить гипотетически, как должна развиваться та или иная ситуация. Соответственно, в этой гипотетической ситуации они должны предположить, как они будут поступать и что они будут делать. Во всех аспектах жизни. Не только, так скажем, в школе, но и в будущей своей жизни. Соответственно, задания могут быть разные. Мы используем абсолютно разные. И здесь понимать нужно, что зачастую жизнь нам дает не просто задания, написанные нормальными словами на бумажке. Но это могут быть даже в частности и рисунки, и таблицы. Ну и плюс ко всему, все те задания, которые мы получаем, мы должны понимать. Не только, что нам дается задание, то есть понять задание, это уже как 50% выполненного задания, но и уметь его объяснить, выполнить правильно с учетом своих практических знаний. То есть вот с этим как раз и бывает у многих такая ситуация. Плюс ко всему, если мы посмотрим, данным достижением, по оценке образовательных достижений, занимается международная программа, так называемая PISA. Это у нее происходит тест, который дает возможность оценить грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Вопрос, который ставят перед собой в исследованиях, это смогут ли учащиеся в 15 лет, получившие обязательное общее образование, знания и умения, необходимые для полноценного функционирования в современном обществе решение широкого диапазона задачи. Почему 15 лет? Потому что это тот уровень детей, который заканчивает где-то 9 классов. Многие из них уходят после этого, поступают в среднеспециальные заведения, в колледжи, техникум. Кто-то продолжает обучение в 10-11 классе, соответственно, после этого поступает. Но после 9 класса у ребенка становится первый раз в жизни выбор, куда ему идти дальше. Соответственно, в 15 лет ребенок должен уметь применять весь тот багаж знаний, который он получает с 1 класса в школе, не просто в теории, не только уметь действительно применить, знать, но и предполагать, как это может быть ему использовано. Происходит программа по оценке, тест так называемой ПИСа происходит раз в 3 года. Последний раз он был в 2018 году. В следующем году Россия будет принимать участие в 2021 году. Наши показатели, в принципе, есть на сайте, можно найти, посмотреть, если кого-то интересует. Есть действительно над чем работать, есть чем гордиться, но работа всегда, как говорится, была, есть и будет над чем работать. Потому что многие проблемы, касаемые, в первую очередь, читательской грамотности, она очень актуальна для детей нынешнего поколения. Действительно, читательская грамотность – это, в первую очередь, способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них, заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможность участвовать в социальной жизни. Другими словами, можно сказать так, что ребенок должен понимать то, что он прочитал, а не просто прочитать для галочки. Наше нынешнее поколение живет в мире технологий. У них есть гаджеты на все случаи жизни, так скажем. Они и общаются, и живут в телефонах, в виртуальных мирах, можно так даже иногда сказать. И зачастую всю ту информацию, которую они получают извне, они иногда ее даже не воспринимают. Но это что-то наподобие примеров, можно такой привести, когда идут новости, внизу бегущей строкой проходят какие-то дополнительные новости. Мы их просматриваем, но акцент на них не делаем. Мы их вроде бы слышали, услышали, по глазам пробежались, но акцент не сделали. В большинстве своем дети у нас именно так сейчас и живут. То есть они читают, они хорошо могут читать, замечательно все читать умеют. Но использовать то, что информацию, особенно вычитать ее из книги, разложить по полочкам, систематизировать, а главное применить и в будущем для решения своих задач, каких-то проблем, это достаточно сложное умение. И вот на это нацелена читательская грамотность, что именно помочь детям реализовывать свои будущие потребности за счет умения правильно прочитать, понять и систематизировать те знания и умения, которые существуют, стоят перед ним. Оценка читательской грамотности имеет, так скажем, четыре подпункта. Это находить и залегать информацию, интегрировать, интерпретировать информацию. Это уже более, так скажем, посложнее. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста. То есть мы должны понимать, что мы прочитали, зачем, как. Так, главное. Использовать информацию из текста. То есть не просто ее пробежать. Когда мы читаем различные тексты, тексты бывают разные. Текст может быть сплошным текстом, тем более, когда много текста мы читаем очень детально. Необходимо понимать, что происходит, когда, как очень много связано, скрыто в контексте. Соответственно, контекст это тоже нужно понимать. Особенно, если мы говорим про иностранный язык. То есть мало того, что это нужно прочитать правильно, дать, расшифровать значение каждого слова на иностранном языке, нужно еще их соединить в предложение и, главное, уловить смысл всего предложения, который напрямую связан с контекстом. Соответственно, здесь очень актуально, сейчас очень актуально это смысловое чтение, которое является одним из моментов, направленных именно на умение понимать и работать с текстом, именно для понимания его содержания. Также, когда мы говорим про формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка, в частности, английского языка, как бы шесть уровней от самого такого достаточно простого, более к такому сложному, если можно так сказать. Первый уровень – это знания, то есть мы просто получаем знания, составляем список, выделяем, рассказываем, показываем, называем. Если мы говорим, будем идти все дальше и дальше, соответственно, все будет глубже, мы будем уходить в содержании, в глубину текста всех тех значений, которые мы получаем из письменного источника. Соответственно, не просто на следующем этапе мы не просто даем, мы должны дать объяснение, определить признаки, сформулировать по-другому, то есть как-то своими словами, то есть глубже и глубже уходить в содержании. И на последнем примере, если мы посмотрим на шестой уровень, на уровень оценки, это уже предоставить аргументы, защитить свою точку зрения, то есть не просто высказать ее, но и уметь ее аргументировать и постараться доказать, что именно моя точка зрения для меня, например, почему-то важна. Когда мы говорим вообще про функциональную грамотность, не только про читательскую, вот как одно из направлений, у нас они все в первую очередь связаны с тем миром, то есть с нашим социумом, в котором мы живем. То есть каждый из них имеет определенные необходимые умения, которые связаны. Вот, например, если мы посмотрим на владение иностранным языком, в первую очередь, конечно, не перевести со словарем, но хотя бы уметь работать с текстом, рассказать о себе, понимать тексты. Если мы посмотрим на все остальные, все равно присутствует чтение. Чтение всегда было, есть и будет, как бы, так скажем, основой практически всех умений, направленных... Когда мы работаем с детьми на уроках иностранного языка, нам необходимо дать им возможность прочитать текст. Тексты бывают разные, тексты бывают сплошные, не сплошные, в виде схем, рисунков и так далее. Можно просто прочитать, например, как справа представлен текст, обычный текст, который дает свою возможность true, false, not stated, то есть дать какую-то оценку. Нужно, например, слева мы видим схему, по которой нужно понять, выстроить логические умозаключения. Это все, например, в устной речи как-то можно уже по-другому интерпретировать. Сейчас очень актуальны различные схемы, иллюстрации, диаграммы и так далее. То есть то, что представляет собой зашифрованную информацию, которую мы должны вычитать, понять, уложить в голове и с ней уже в последующем работать. Например, на данном слайде мы видим карту Метрополитена, маршрутные листы, не карту Метрополитена, а карту Лондона с маршрутами, которые мы должны как-то проанализировать и вывести определенные моменты, которые нам задаются в вопросах. При работе в паре мы будем работать, выводить те или иные исследования. То есть продумайте, как проложить маршрут, можно дополнительно доводить этим задания. Соответственно, все те схемы, которые мы предлагаем, могут быть использованы дополнительно, чтобы у детей была возможность глубже копать текст, вытаскивать из него всю ту информацию, которая возможна, и в первую очередь уметь работать с такими необычными формами предоставления информации. Как показывает практика, многие дети почему-то забывают, что диаграмма или различные схемы на уроках английского языка это такая же диаграмма, схема, которую просто нужно уметь расшифровать. Почему-то многие, когда уходят, например, с уроков математики, физики, где у них чаще всего представлены различные схемы или иллюстрации, они как-то забывают о том, что это была математика, а такие же схемы могут давать возможность расшифровывать информацию и, например, на иностранном языке. Математическая грамотность, я не буду долго о ней говорить, конечно, это в первую очередь способность индивидуума проводить математические рассуждения, формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. В принципе, математика, она всегда есть, была и будет в нашей жизни, как бы мы, кто-то ее любит, кто-то не любит, это в принципе, так скажем, более каждого человека, но она все равно есть. От того, что мы ее любим, не любим, читать, мы все равно не перестанем. Соответственно, математика дает возможность детям математической грамотности, правильно строить умозаключения, вводить логику и уметь систематизировать и разбивать на подгруппы. Соответственно, все те моменты, которые в первую очередь даже для иностранного, языка необходимы. То есть уметь работать с текстом, уметь интерпретировать информацию в тексте, разбить ее, систематизировать и так далее. Все то, что нам будет помогать работать с информацией, то есть для решения тех или иных задач, а также каких-то направленных целей на будущее. Финансовая грамотность очень актуальна. Сейчас, в наше время, включать в себя знания и понимания финансовых терминов, понятия финансовых рисков, а также навыки, мотивацию, уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях. В принципе, если мы говорим про финансовую грамотность, мы должны всегда понимать, что, опять же, она очень тесно связана с математикой, это умение считать деньги. Пусть они могут быть виртуальны, невиртуальны, опять же, мы должны научить ребенка даже и на иностранном языке. Мы используем те или иные задания, которые могут быть прямо, могут быть косвенно связаны именно с финансовой грамотностью. Но финансовая грамотность очень тесно связана с математикой, а также умение считать это действительно очень правильное, умение предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения. То есть мы даже, когда элементарный пример, когда мы выбираем профессию или даем советы, мы должны какие-то делаем позиции для себя, для выбора. То же самое для иностранного языка. Мы когда выбираем, например, работу за рубежом, мы все равно же делаем какие-то определенные позиции, что плюс, что минус. Соответственно, финансовая грамотность, там тоже присутствует размер зарплаты, на что мы ее будем тратить и как мы будем жить. Это первое. Плюс ко всему, содержание финансовой грамотности – это содержание познавательной деятельности, контекст. Если мы посмотрим по контексту, когда мы работаем с детьми на истаранном языке, мы эти темы все равно так или иначе затрагиваем. Без этого никуда. Мы не можем с детьми обсуждать, например, дом и семью, и не обсуждать, например, какие-то траты, потому что все равно выплывают какие-то… Самый элементарный пример – это ежедневные траты. Если мы говорим про личные траты, досуг и отдых, мы все равно же обсуждаем с ними, разговариваем. То же самое на иностранном языке. Куда поехать, зачем поехать, сколько потратить и так далее. Это все финансовая грамотность, так или иначе, в первую очередь, с ней связаны. Простые примеры из учебников иностранного языка. Это элементарно. Мы учим детей в первую очередь заполнять, так скажем, анкету Кирюкова Витая на то, чтобы быть соискателем той или иной работы. Мы учим ее заполнять правильно, потому что это показатель, это лицо, то есть не ребенка, в будущем это человек, который ищет работу. Соответственно, он должен ее оформлять правильно, уметь ее правильно читать и прочитывать. На другом слайде мы видим очень актуальную тему для тинейджеров. Это full-time и part-time job. То есть то, что дети очень актуальны и иногда любят об этом поговорить, а полная или частичная занятость. То есть как происходит за рубежом, как происходит у нас. Им это важно, им это интересно, потому что карманные деньги – это тоже актуальная тема, и это в первую очередь, конечно же, связано с финансами. И на уроках иностранного языка учитель не может отмалчиваться от этого, он должен все равно эти темы затрагивать. Предлагаются они в учебниках, в любых темах они все равно будут так или иначе выходить на эту связь. Соответственно, учитель должен уметь аргументировать, выслушать точку зрения ребенка и, может быть, дать какой-то нейтральный совет, если их точки зрения немножечко не совпадают. Также для УМК «Форвард» предлагается специальный сборник специальных модулей по финансовой грамотности по английскому языку для 10-11 классов. Там они более, так скажем, направлены на именно финансовое и банковское дело. Соответственно, детям, я думаю, будет и учителям будет очень интересно посмотреть эти сборники. Там есть определенные задания, не просто прочитать задания грамматического аудиоматериала, есть рекомендации по проведению уроков по основам финансовой грамотности, а также концепция преподавания основ финансовой грамотности в рамках предмета английский язык и углубленный уровень. Можно тоже прочитать. Я думаю, для каждого из педагогов это будет и интересно, и познавательно. И плюс ко всему, 10-11 класс происходит на нас в будущем уже так выбор определенных профессий у детей. Детям можно помочь, дать какой-то совет, направить. Если учитель будет знать больше, он будет иметь возможность дать ребенку возможность где-то посмотреть, что-то изучить и так далее. Естественно, научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками. Это в первую очередь связано со всем тем, то есть это, можно так сказать, весь тот мир, который нас окружает. То есть нельзя исключать и темы из английского языка, нельзя вычеркнуть темы по экологии, тем более сейчас в наше время это очень актуально. И так или иначе, соответственно, ребенок даже на английском языке должен уметь логически продумывать, к чему, как и главное, зачем придут те его действия, которые он вполне возможно может совершить. Плюс ко всему, природа. Красные книги, животные, которые находятся на грани вымираний, это достаточно актуально и всегда можно встретить в любом УМК. Плюс ко всему, по ним очень часто встречаются вопросы и задания, которые… Ну, если ребенок знает эту тему, ему будет легче про нее говорить. Соответственно, чем больше он знает, тем легче он может выдать свою точку зрения по той или иной ситуации. Плюс ко всему, когда не обязательно он должен иметь такую же точку зрения, он может иметь отдельную, совершенно уникальную точку зрения на ту или иную ситуацию. Может быть, в будущем это кто-то станет, действительно предложит хороший, так скажем, вариант спасения нашей планеты, каких-то достаточно пагубных, техногенных действий активных человека. Креативное мышление – это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение инноваторных, эффективных, а также эффективного впечатления, нового знания и так далее. В принципе, если мы посмотрим, здесь мы с детьми работаем на эту тему всегда. Работали, работаем и будем работать. Если посмотрим на данную картинку, креативное самовыражение может быть письменное или устное, художественное или символическое. Вот даже если остановиться на первом, это письменное или устное, каждый раз, когда ребенок пишет письменное эссе, это, можно сказать, креативное самовыражение письменное. Он дает, пусть по данной теме, но он дает свою точку зрения, он дает свои примеры, он дает свое видение той ситуации, в которой находится, в которой ему дана задача, дано задание оценить, и, соответственно, ему необходимо как-то ее оценить, и он, исходя из своего опыта, он начинает ее оценивать. Соответственно, вот, если мы посмотрим по заданиям, которые предлагают нам в учебниках, в любом УМК есть так называемые задания Project Work. Это задания на самовыражение, творческие, они могут быть абсолютно различны. То есть у каждого ребенка есть возможность действительно выразиться, чтобы его услышали, не обязательно писать. Плюс ко всему, когда мы выходим даже в ОГЛ, в ЕГУ-стной части, на тему описания картин, то есть вот третье, четвертое задание, там тоже можно сказать, что особенно четвертое задание – это творческое, креативное. То есть он должен объяснить, сравнить, выдать свои идеи, выдать тот свой продукт, который дает возможность ему сделать анализ данных картинок. И глобальная компетентность – это многогранная цель обучения на протяжении всей жизни. Можно сказать, что данные компетентности выражаются в способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации глобального характера. То есть это все то, что нас окружает, вся наша социальная жизнь, которая нас окружает. Умение принимать чью-то позицию, умение с ней соглашаться, выходить из конфликтных ситуаций, уметь толерантно относиться к людям, к их точке зрения. И именно то, что, наверное, в современном мире очень актуально. Например, в заданиях даже для учебника мы можем просто посмотреть, насколько актуальные вопросы были, есть и будут. Тут, например, вопросы по картинкам даже, в принципе, все понятно, что конфликт. Конфликт между родителями, отцов и детей, межличностно и на работе. Умение выходить из конфликта, умение аргументированно отставить свою точку зрения. Умение даже на иностранном языке, потому что, опять же, мы живем в такое время, когда знание одного языка, это все-таки мало для самовыражения, все-таки необходимо знать какой-то другой еще язык для умения донести свою точку зрения, аргументированно ее отставить. Соответственно, здесь мы не берем в расчет даже то, что иностранный язык, мы можем даже элементарно эту глобальную компетентность использовать чисто на одном языке. Но умение решать конфликты, умение, например, уважения к другой культуре, уважения к другим людям и так далее, это все проходит через нашу жизнь. Мы должны научить ребенка, научить детей быть именно такими. То есть здесь не связана, вот эта глобальная компетенция, она не связана с каким-то предметом, потому что в ходе каждого учебного урока, когда мы с детьми работаем, мы учим их быть толерантными, уважительными в отношении не только к нашей, в первую очередь к нашей стране, потому что мы в ней живем, мы должны бережно относиться. Но и к другим людям, которые также живут на нашей планете, уметь это все-таки выходить из ситуации как-то аргументированно, находить точки примирения и выхода из конфликта, это на настоящее время очень актуально. Плюс ко всему есть очень хороший такой пример, как мягких навыков 4К, то есть непосредственно ориентации на мягкие навыки. Что такое мягкие навыки? Это критическое мышление, решение проблем в сотрудничестве, то есть кооперирование, креативность и коммуникативность. Это все то, что именно заложено, так скажем, лежит в основе глобальной компетенции, то есть умение общаться, умение быть нацеленным на результат и даже элементарные задания, которые мы даем детям со 2 по 11 класс на уроках иностранного языка, в первую очередь они направлены на большинство из этих компетенций. То есть коммуникативность, чтобы ребенок был коммуникативный, креативность, то есть находил какие-то новые, не просто по старому шел, а по каким-то новым. И критическое, конечно же, мышление. Плюс ко всему, как сейчас показывает практика, многие из учителей и детей находятся на карантине, длительный период каникулы у них есть. Наша корпорация «Российский учебник» предлагает дистанционное обучение, помощь, так скажем, педагогам на карантине, то есть дистанционное образование, онлайн-помощник. Каждый из вас может, в принципе, зайти совершенно спокойно на сайт «Российский учебник», зайти на дистанционное обучение, перед вами появится, так скажем, такая раскладочка. Электронные учебники, онлайн-трансляции, курсы повышения, классная работа, соответственно, все остальные. Кому что будет необходимо, в первую очередь вы можете это брать, даже электронные учебники можно пользоваться. Дома не обязательно даже иметь определенный, там будет специальный код, который вы активируете, который будет для вас давать возможность поработать по учебничкам, каким вам будут необходимы. Необходимы учебники английского языка, что-то заинтересовало, отлично у вас будет возможность по ним посмотреть, поработать и поизучать. Плюс ко всему, помимо дистанционного образования, помощь, так скажем, в наше сейчас очень сложное время, у нас есть цифровая образовательная платформа Лекта, которая тем более дает возможность не просто применять знания в теории, получать их в теории, но и применять их на практике. Основные задания, основные это и фоль электронной формы учебничков, ну, большинство, наверное, из вас и знают, что это такое, это возможность работать по любым учебничкам, которые предлагает корпорация «Российский учебник», даже в режиме онлайн или оффлайн, то есть, иногда даже подключение, если у вас скачан ваш аккаунт, прикрепленный к вашему аккаунту, у вас даже можно по ним, по этим учебникам работать без доступа к интернету. Плюс ко всему, классная работа – это помощь учителя, действительно экономия его времени, есть возможность проработать какие-то уроки, выбрать достаточно интересные, к ним прилагаются сценарии, слайды, соответственно, у каждого учителя есть возможность проработать данные, надо их проработать и посмотреть. Ну и следующее – это контрольная работа, тем более сейчас во время карантина есть возможность работать с детьми через, так скажем, дистанционное подключение, можно давать им какие-то проверочные работы, можно давать им какие-то контрольные работы. Вот сайт контрольной работы предлагает работу либо через интернет, то есть вы можете подключить детей, сделать свой класс и уже с классом вместе работать. Либо можно их распечатать, но это уже, так скажем, приличная встреча. То есть здесь очень актуальная тема контрольной работы, она может быть, как я еще раз говорю, может быть использоваться и на удаленке, то есть когда детям просто скидываете необходимые задания, чтобы они проделали, проработали и просмотрели их. И также на лекции есть интерактивный тренажер пятого класса, но немножечко, так скажем, он может быть чуть сложнее и чуть полегче. Дети тоже могут по нему сейчас поработать, он не требует, так скажем, приходить в школу, они совершенно спокойно открывают его дома, актуально работают по нему. Тренажер предлагает различные задания по различной тематике, это временные, артикль, плюс ко всему очень актуальная тема, вопросительные предложения. Где-то что-то расставить нужно, где-то что-то вписать, соответственно. У каждого из детей будет возможность проработать этот тренажер в течение достаточно длительного, вынужденных каникул. По вопросам, если у кого-то есть вопросы, так вижу, что есть вопросы, как лучше организовать работу над развитием читательной грамотности, если, как вы заметили ранее, дети все больше и больше с гаджетами, а не с книгами. Значит, надо, в принципе, на мою точку зрения, значит, надо их больше заинтересовать, использовать, может быть, даже те же самые гаджеты, работу подключать через... Можно использовать цифровую образовательную платформу, вот, например, можно лекту давать им там задание, чтобы они больше погружались, не то, чтобы больше погружались, но использовали свои привычные методы, так скажем, привычные гаджеты в системе обучения. Соответственно, можно использовать лекту или какие-то другие цифровые образовательные платформы, работать там по учебникам, давать им задания, которые не просто связаны с прочтением книги или там какого-то художественного, литературного отрывка, но используют, так скажем, практикоориентированное задание, например, посмотреть расписание, составить маршрут и так далее. То есть, чтобы дети были более задействованы в том, в той среде, в которой они более себя чувствуют комфортно. Они себя зачастую чувствуют комфортно, если вы так думаете, в мире виртуальном, соответственно, можно как-то через него доходить. Нынешнее поколение не всех хорошо читает, да и те, кто читает хотя бы задание в учебнике, не могут даже пересказать его своими словами. Тоже бывает очень сложно с детьми говорить на эту тему, потому что, ну, на мою точку зрения, как педагога, как много лет пренаботать в школе, могу сказать, что дети говорят просто, иногда им просто не хватает слов правильно и многогранно выразить свою точку зрения. То есть, они могут сказать достаточно прямо. Задача учителя — дать возможность детям пополнить свой лексический запас, использовать не просто два-три слова, но все-таки умение находить синонимы заданий на синонимы. Значит, больше и больше нужно погружать ребенка в активное общение. Ну, и все-таки здесь еще очень важную задачу играет семья. Если в семье ребенка спрашивают, что ты делал элементарно в школе, расскажи, как у тебя прошел день, на мою точку зрения, ребенок будет говорить, будет говорить достаточно легко, пересказывать. Проблемы с пересказом у него не будет, если он постоянно, каждый день, общаясь, например, с родителями, рассказывает, что у него было интересного в течение дня или какие у него проблемы появились в течение дня. Соответственно, на русском языке он сможет пересказать, и если он сможет пересказать на русском языке, знание слов, лексики, грамматики на иностранном языке даст ему возможность уже правильно, и хорошо, и красиво оформить свою речь даже на английском или на любом другом иностранном языке. Еще вопросы есть? Вопросов больше нет. Спасибо большое вам за внимание, за ваши вопросы. Будьте здоровы! Спасибо. 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 Спасибо.